Всем привет! Я Рита Мурадова, это мой канал на YouTube, и сегодня я буду знакомить вас с продолжением серии о ревью сумок, тех, естественно, которые у меня есть. И сегодня я буду детально вас знакомить с вот этой девушкой Келли, не маленькой. Я ее уже когда-то показывала в видео о своих приобретениях, но я решила делать отдельную серию видео с обзорами сумок для того, чтобы для тех, кому хочется приобрести сумку, тех, кто хотел чуть больше узнать о сумке, тех, кто, в принципе, думал о том, как она выглядит, что в нее помещается, что я всегда смотрю заранее перед приобретением сумки, чтобы у них был ответ на эти вопросы, плюс русскоязычный ответ, потому что на русскоязычном YouTube я практически не встречала обзоры сумок люксового сегмента и решила это исправить. Сегодня мы будем говорить о Келли Селье 35. Это размер данной сумки. Это бренд Hermes, но модель Келли. Поэтому давайте приступать к обзору сумки. Во-первых, я могу ее, кстати, держать вечно, она сама по себе достаточно легкая, хоть в ней уже много чего находится, она не такая тяжелая, как Биркен. Очень интересный момент по поводу этой сумки изначально. Данная сумка называлась иначе, была изобретена супер давно, а потом с появлением на фотографиях Грейс Келли, я думаю, что все вы ее знаете, прикрывающейся деликатно этой сумкой, она прикрывала ей свой округлившийся животик, потому что она была беременная, эту сумку переименовали в Келли. Она более давняя сумка, чем сумка Биркен. Эта сумка идет в нескольких размерах. У нее есть размер супермаленький, супермаленький есть размер 25, есть размер 32, есть размер 35. 35 это достаточно большой размер, и когда мы говорим про размер сумки Келли, мы говорим про длину ее нижней части, основы. Не верхней, потому что она всегда будет чуть меньше по размеру, а именно нижней. Вот эти все размеры вы тоже можете онлайн достаточно легко найти. Кроме размера, кроме материала, потому что это бокс каф, это кожа бокс каф, есть очень много различных материалов, есть еще и крой самой Келли, есть два варианта кроя Келли, есть крой селье, есть крой ретурне или ретурн, я не помню точно, как правильно произносится, поэтому извините, пожалуйста, это селье. Крой селье означает, что все швы, все вот окончания ткани находятся внутри. Извне вы видите просто один аккуратный шов. Ретурн или ретурне, это формат кроя, когда сумка более мягкая и более такая вот свободная, и все швы наружу. Данный формат считается более классическим, универсальным, таким сдержанным, в то время как другой ретурне-ретурн считается более кэжуальным, который можно носить на каждый день и путешествовать с ним. По своему путешествию я, в принципе, сейчас собираюсь, когда вы смотрите это видео, скорее всего, уже либо лечу в Москву, либо в Москве, чтобы провести свой мастер-класс с Дашей Трофимовой, я уже рассказывала об этом на канале 22 апреля в 12.00, и я ее планирую брать с собой в поездку, по той причине, что здесь и сюда все помещается, все, что мне нужно, я изначально ее покупая, брала для того, чтобы с ней путешествовать в том числе. Я знаю, что есть очень много противников в путешествии и нагрузок на сумку Кейли, в первую очередь, потому что крепление самой ручки находится вверху, на клапане открытия сумки, это значит, что если вы делаете слишком много нагрузки на вот эту верхнюю часть, вот это ее основа и крепление может начать отрываться, но, естественно, с этим я аккуратно и не перегружаю ее. Тем не менее, я должна сказать сразу, что в эту сумку 35 размера, 35, это 35 сантиметров основа, помещается мой MacBook Pro 13 Retina, и это просто замечательно, потому что кроме него сюда помещается еще куча всего остального. Для сравнения, я сейчас покажу все тот же блокнот, который я помещала, если помните, при обзоре в сумку Габриэль. Вот сумка Кейли, просто не то, что легко входит, а там просто внутри что-то лежит. Ага, тут очень много пространства еще остается вместе с ней. Сюда помещается и косметичка, и ноутбук, и зарядка, и телефон, и кошелек, и ключи. Поэтому как раз в поездку, допустим, какое-то путешествие или вот в самолет, это идеальная сумка, потому что у нее все поместится, она при этом собранная, она не разваливается у тебя на глазах, как иногда делают шопперы, когда ты что-то пытаешься достать, сумка просто распадается. Точно так же поступает LV Neverfull. С этой сумкой так не произойдет, но очень сдержанная. Плюс я не планирую в Москву брать с собой, не хочу брать больше сумок, мне она, ее одной, в принципе, достаточно, поэтому я ее возьму в путешествие, достану оттуда ноутбук и буду с ней ходить по Москве все остальное время. Она даже прекрасно, на самом деле, ввиду своей золотой фурнитуры, здесь золотая фурнитура, она прекрасно сочетается с даже более такими коктейльными нарядами, более сдержанными, женственными, с каблуками, прекрасно смотрится, как и с кежуленными вещами, как с кроссовками там, и с моим аэропортным типичным нарядом, поэтому я ее безумно рекомендую. Я ее покупала винтажную, это винтажная сумка, потому что бокс-кав последние два года, в принципе, такая кожа не присутствует в бренде Hermes, потому что они не могут найти качественного нового производителя данной кожи, поэтому последние два года, в принципе, го-бокс-кав, вы не можете купить новое изделие Келли или Биркин. Поэтому я покупала ее в винтаж, покупала ее, как обычно, через своего уже проверенного байера V-Market винтажного, и, на самом деле, мы достаточно быстро ее нашли, причем совершенно, конечно, уникальная история, она в идеальном состоянии поступила, то есть я ее уже успела немножко поцарапать, но эта кожа очень чувствительная, я знала, на что я иду, и меня, в принципе, не пугают ни царапины, ни какие-то заломы, я планирую ее носить, я не боюсь ее ставить на пол, у нее есть, кстати, для опоры вот такие ножки, я не боюсь с ней путешествовать, поэтому я, когда покупаю сумку, я решаюсь на то, что я ее буду носить, не буду с нее сдувать пылинки и, там, не знаю, хранить в 150 чехлах, обдувать, типа, халом и так далее. Эта сумка очень классная тем, что она держит форму, сюда абсолютно все помещается, все, что нужно, в зависимости от вашего роста, например, у меня рост 1,64, как оказалось, она смотрится достаточно объемно, и просто это нужно учитывать, если у вас рост 1,50, представим, 1,55, она может все-таки превалировать и смотреться громоздко достаточно, поэтому, если у вас рост меньше моего, можно подумать о размере чуть меньше, но в плане вместимости она уникальна, и у меня был выбор, я, в принципе, смотрела и на модели ретурне, ретурн, такие более мягкие, расслабленные, и все же с моим стилем, а стили у меня достаточно часто, расслабленные, какие-то свободные кардиганы, свободные даже такие, не держащие форму, какие-то свитера и так далее, и тому подобное, мне нужна была сумка, как раз, которая собирает, структурированная, которая собирает наряд, и это та сумка, которая полностью служит этой функцией, мне безумно нравится классическая комбинация золотой фурнитуры и черного цвета, очень насыщенный глубокий черный, я считаю, что сумка Келли, это прекрасный вариант для деловой девушки, для девушки, которая на работу ходит постоянно, которая с собой что-то нужно таскать, но при этом у нее более-менее такой офисный или более собранный стиль, у нее часто каблуки, у нее часто какие-то оксфорды, юбки по фигуре, платья по фигуре, костюмы брючные, это как раз тот вариант сумки, на который стоит обратить внимание, она и собранная, и вместительная, и как раз размер 35 идеален, я еще думала о размере 40, но он слишком большой, и он уже конкретно для путешествий нужен, а мне нужна была сумка многофункциональная, вот сейчас, например, в этой сумке, напоминаю, что это Келли Селье 35 бокс каф, кстати, вы должны понимать, что здесь отстегивается, вот этот вот, отстегивается ремешок длинный, можно носить без него, ремешок достаточно широкий, поэтому очень комфортно сидит на плече, ремешок можно хранить отдельно в сумке, где вам нравится, точно так же в комплекте с этой конкретно сумкой, когда вы покупаете винтаж, в зависимости от того, у кого вы покупаете, в каком состоянии, за какой стоимость, у вас разные вещи могут идти или не идти в комплекте, в комплекте с этой сумкой, шла коробка, немножко покореженная, но все же оригинальная коробка Hermes, шел пыльник, шел замочек и ключ, и вот эта подвеска, которую можно снимать, в принципе, и хранить отдельно, мне она нравится очень в комбинации с самой сумкой, шел ремешок оригинальный, естественно, сама сумка, поэтому вы для себя сами выбираете, какой комплект сумки вы покупаете, если вы покупаете винтаж, я обожаю винтаж, я уже рассказывала об этом, поэтому у меня никаких проблем с винтажем нет, более того, эта сумка в прекрасном состоянии, она выглядела, когда она ко мне пришла, просто как новая сумка, я была даже удивлена, что кто-то мог так идеально носить сумку, мне кажется, что ее носили буквально пару раз, и то может быть вот так вот аккуратненько, поэтому в принципе она восстановлению никому не подлежит, в плане не то, что не подлежит, ей не нужна никакая реставрация пока, что потом я ее уже немножко подошу, попутешествую, и можно будет ее реставрировать, это очень легко делается, у нас в Киеве есть подобный сервис, мне очень нравится точно так же ее форма, геометрическая, посмотрите, такая трапеция, более узкая вверху, более широкая внизу, и благодаря как раз этой форме, тому что сама сумка по себе держит форму, она абсолютно с всем сочетается, все в нее вмещается, сейчас у меня в сумке, например, телефон у меня на столе лежит, у меня сейчас в сумке вот такой вот, достаточно объемный, я уже показывала, я ношу с собой такую косметичку, что ли, в которую собираю все, что может потенциально разлиться, пролиться, здесь у меня всегда хранятся какие-то блески для губ, какие-то масла для кутикулы, и так далее, и тому подобное, иногда у меня здесь еще и ноутбук, потом что у меня еще, у меня здесь еще чехол для очков, сейчас покажу, и кошелек, и зарядный провод, кошелек вы уже знаете, Шанель, очки у меня, кстати, новые, очень крутые, это такие, Ray-Ban Folding, Clubmaster, вот такие, они просто раскладываются у тебя на глазах, пыщ, очень классные, и для путешествия, кстати, просто идеальные, так что я их как раз с собой планирую брать, и чехол достаточно маленький, комфортный, и сюда еще куча всего может поместиться, то есть сумка сейчас максимально свободная, сюда и документы помещаются, абсолютно все, я очень рекомендую обращать внимание, конечно, на состояние сумки, и описание каких-то фотографий, царапин, когда вы приобретаете ее на рынке Pre-Loved, ссылки на подобные сумки, которые я найду онлайн, в том числе на сайте Vastekul.active, я оставлю внизу, и оставлю внизу в том числе, ссылку на Bayer, которому я доверяю, который я постоянно приобретаю, ну не постоянно, но когда приобретаю, приобретаю у нее винтажные сумки, и приобрела уже не одну, безумно довольно абсолютно каждую, о них я рассказывала на канале, ее зовут у нее ник V-Market, вроде бы все, если у вас появились какие-то вопросы, и что-то я в сегодняшнем видео забыла, по поводу данной сумки, обязательно спрашивайте внизу, я постараюсь ответить, на сегодня это все, я надеюсь, это видео вам понравилось, если не понравилось, так и будет, потому что я знаю, что это видео не для всех, я знаю, что эта серия не для всех, не знаю, что не всем интересны винтажные, или не винтажные, а просто сумки, люксового сегмента, мне интересны, я обожаю эту тему, когда вы говорите не вечно, и буду, вот так, вам классного, крутого, вдохновенного, легкого вашего дня, до сих пор, 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 Продолжение следует...